Ребята, всем привет! Сегодня у нас будет такая тема, как обойти дверной проем. Я уже такое видео снимал, а там было все достаточно просто. Здесь есть свои особенности, сейчас я все подробно покажу. Пойдем посмотрим. У нас есть план. И, судя по этому плану, у нас здесь умещается 4 плитки. И основная сложность это вот эти вот обкусики. У нас тут двери скрытого монтажа, то есть нам необходимо откосы делать из плитки. Это здесь вот пазик, в который мы это загоняем. Один откос мы уже сделали, второй откос сейчас тоже будем изготавливать. И здесь особенность объекта заключается в том, что у нас полы сделаны из кнаут. Полов сухих, поэтому макрорез сюда поставить нельзя. Соответственно, нам необходимо сейчас сделать замеры. И первым делом я считаю, что нам необходимо именно вот этот портал сделать с, естественно, торцами, с запилами. А уже после того, как это все будет готово, мы будем укладывать вот эти крайние плитки. Таким образом, у нас здесь будет небольшой запас для того, что если мы где-то немножко просчитаемся и спокойно сможем сделать подрезку здесь уже на объекте с помощью болгарки. В общем-то, такого плана будем придерживаться. И давайте начинать. У нас, как обычно, все не по плану, лазерного уровня нет, поэтому сегодня все по стариночке будем делать с помощью кузырьков. Небольшой момент по центровке. Смотрите, чтобы здесь 4 плитки нам полностью уместить, нам необходимо с двух сторон каждой плитки отрезать по где-то 7 миллиметров. Мы этим заниматься не будем, и я объясню, почему. Во-первых, это будет визуально не видно. Во-вторых, мы придерживались такого правила. Вот этот откос у нас 77 сантиметров. А вот этот откос у нас 80 сантиметров. Соответственно, если мы отсюда начнем целые плитки, то вот эта часть, она будет визуально равна вот этой части. Если же мы отсюда начнем целые или будем центровать, вот эта часть будет меньше, это будет бросаться в глаза. Поэтому мы смело начинаем цельную плитку вот этого места. А в этой мы подрежем на 1,5 сантиметра, и у нас визуально все будет красиво. Ну и вот здесь у нас получается подрезка 18,6. На этом откосе у нас получается 19. Ну, про что я и говорил. Спасибо, Карандашурик. Карандашурик. Все совершают ошибки. Думаю, это 555. В итоге у нас получилось снизу 850, здесь целая плитка и до потолка тоже 850. Зачем мы все это точно так правильно размечали? Нам необходимо было вот этот Г-образный элемент четко понять, какой там размер, потому что чуть выше, чуть ниже у нас будет наклон откоса, что недопустимо. То есть они будут 90 градусов. С тем же, что у нас нижняя плитка подрезается, мы можем это как-то немножко нивелировать. В случае, если мы чуть-чуть ошибемся на пару миллиметров, то у нас просто нижняя плитка будет подточена на 2-3 миллиметра. Сейчас доделываем быстренько вот эти откосы и едем в мастерскую. Продолжение следует... Так, смотрите, с этими откосами у нас получается здесь дерево. И вот здесь вот такой деревянный брусочек. Какая тактика у нас сейчас будет? Мы вот этот момент заклеим серпянкой. Сюда в шов забьем хорошенько с помощью шпателя гидроизоляцию и покроем вот именно вот этот откос гидроизоляции. То есть исключительно для того, чтобы вот эту деревяшечку защитить от влаги. Вообще, в целом, как бы, говорю, что это не обязательно. Можно здесь и на силикон поклеить, но я буду работать плиточным клеем, соответственно, мы именно такой тактики будем придерживаться. Продолжение следует... Честно, заглею уже, чтобы меня поспать. Гидроизоляцию можно носить и шпателем. У нас здесь такой импровизированный мягкий шпатель. Да я и хотел, кстати, шпатель носить. Так сложилось, что у нас тут такая непредсказуемая ситуация немножко. Фурс-мажурная, да. Не, я сейчас побольше время нанести и прям шпательком стянуть. Ой, вот это непредвиденная ситуация. А сейчас, да, она свежется. Вон там еще хорошо в щелчку попал. За один слой прям сразу жирю нанесем. Ну и вот мы нанесли побольше и шпателем выравниваем. Как раз для того, чтобы забить гидруху, стык между гипсокартоном и деревянной речкой. Ну и как раз завтра приедем, сможем сразу укладывать плитку. То есть не теряем лишние деньги. В предыдущем видео мы как раз сделали эксперимент, как укладывать плитку на дерево. В общем, вот как раз таки пришел момент, где это и будем использовать. Размеры ширины откосов надо померить точно, максимально. Соответственно, с помощью угольника мы сейчас это сделаем. И с помощью вот этих методов, которые рисовали. И вот от этого размера мы отнимаем толщину вот этого бортика. Все размеры мы сняли. Едем в мастерскую вырезать наши заготовки. Мастерская вырезать наши заготовки. Мастерская вырезать наши заготовки. Все, закончили мы делать запчасти для нашего портала. Сейчас мы все покрузим в машину, ну а в следующей серии мы уже все это подробно поклеим. Меня зовут Давыдов Сергей, всем пока! Санкт-Плабор начинай! Любой инструмент для качественной укладки плитки можно купить на нашем сайте 9plitok.ru